МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О главных событиях уходящей недели в материалах моих коллег-корреспондентов Янаульского телевидения. Меня зовут Алсу Щепотева. Сегодня мы подводим итоги. Здравствуйте. Республиканская программа «Башкирские дворики» стартовала в 2019 году и успешно реализуется и сегодня. Напомним, что в прошлом году в рамках ее реализации было благоустроено 4 двора и одна детская игровая площадка. На этой неделе работы по благоустройству начались сразу в трех дворах Янаула на улице Станционной, Юбилейной и Худайбердина. Подрядные организации приступили к демонтажу старых бордюр. Совсем скоро на этом месте встанут новые и будет уложен асфальт. Появятся новые скамейки и освещение. Работы планируют завершить до 30 сентября. В программу 2020 года вошло у нас три двора. Это, повторяюсь, юбилейная. Дома 5, 6, 11, 7, 1, 4 на квартирных дома. Также по улице Станционной 10А, 10 и 12А. Также вот и Худайбердина 36, 42. Данные дворовые территории на момент инспектирования находились в ненадлежащем состоянии. Также жителям проводилось общее собрание, на котором были приняты решения о том, что эти дворы нуждаются в благоустройстве, находятся в плачевном состоянии. Сумма средств, направленная на благоустройство дворов, в текущем году составит свыше 21 миллиона рублей. На трех дворовых территориях у нас будут работать три подрядные организации. Микроюн юбилейный, вот дворовую территорию микроюн юбилейный будет благоустраивать у нас организация общества с ограниченной ответственностью ДОЖ Стандарт. Данная организация и в прошлом году тоже выполняла работы, то есть у них уже практика есть, опыт работы большой в данном направлении, качество тоже соответствует. Две остальные организации по станционной и по улице Худайберлина также у нас имеют опыт работы. По видам работы у нас здесь предусмотрено асфальтирование дворовых проездов, то есть тротуары будут обустроены, бордюрные камни, также будут обустроены детские игровые площадки с безопасным резиновым покрытием, освещение территории, информационные стенды. По аналогии с прошлым годом, те же работы будут проведены и на территориях 2020 года. Очередной рейд административной комиссии по торговым точкам района прошел 5 мая. Представители администрации района, комитета управления собственностью и правоохранительных органов проверили, соблюдают ли предприниматели обязательные санитарные требования. Среди них масочный и перчаточный режим, наличие антисептиков, введение журнала замера температуры тела, соблюдение социальной дистанции. В случае выявления каких-либо нарушений, комиссия вправе составить административный протокол. После послабления с 12 мая 2020 года в отношении мероприятий по профилактике распространения коронавируса добавились еще дополнительные послабления с 1 июня 2020 года. Практически основная часть предпринимательского сообщества приступила к своей работе. Остались небольшие ограничения по хозяйствующим субъектам, осуществляющим свою деятельность на территории торговых центров. Там не могут продолжать работу фудкорты, то есть это пункты общественного питания. На территории торговых центров также не могут работать развлекательные учреждения. Несмотря на все эти послабления, контроль масочного режима, контроль соблюдения ограничений и правил хозяйствующими субъектами он сохраняется. Мы на регулярной основе осуществляем проверку соблюдения правил региональных органов исполнительной власти торговыми объектами, индивидуальными предпринимателями. Все эти меры безопасности, которые регламентированы документами региональных органов исполнительной власти, направлены на то, чтобы защитить наше население от дальнейшего заражения. Общее число больных в России выросло до 449 834 человек. Поправились – 212 680 человек. За сутки зарегистрировали 8726 пациентов с COVID-19. 144 человека умерли, более 8 тысяч вылечились, сообщили в оперативном штабе. По данным на 5 июня в Башкирии сейчас насчитывается 3727 больных коронавирусной инфекцией. За последние сутки выявлено 119 новых случаев заражения. 37 человек выздоровели. Общее число выздоровеющих в республике составляет 1286 человек, погибших 18. О ситуации в нашем районе расскажет врач-эпидемиолог Гульчачак Норулина. На 5 июня в Янаульском районе зарегистрировано 56 подтвержденных случаев COVID-19. Из них 7 пациентов получают необходимую специализированную медицинскую помощь в стационаре. 25 пациентов наблюдаются на дому. И 21 пациент сняты с учета с выздоровлением. Продолжается плановый забор мазков у группы риска по COVID-19. За весь период работы нами проведено 2137 исследований. В том числе у контактных лиц 607 человек и у пациентов, госпитализированных в пульмоблок с диагнозом небольничной пневмонии, 42 человека. Все лечебно-профилактические учреждения района работают в режиме повышенная готовность. Обращаю внимание населения. Соблюдайте меры профилактики коронавирусной инфекции. Носите маски. Регулярно обрабатывайте руки спиртсодержащими средствами или мойте их с мылом. Соблюдайте дистанцию как минимум 1,5-2 метра. И рекомендуем контактным в домашних очагах обязательно необходимо соблюдать самоизоляцию в течение 14 суток. Сейчас режим самоизоляции более свободный, но по республике по статистическим данным видите, что с каждым днем выявляются новые случаи заболевания и идет в регионе небольшой рост заболеваемости. Поэтому мы, медицинские работники, надеемся, что вы продолжите соблюдать все меры профилактики. Будьте здоровы! Очередной инвестиционный час прошел в администрации района 4 июня. На встречу с главой администрации района и его заместителями и представителями различных ведомств пришли предприниматели Тимур Габдулхаев и Дмитрий Вильданов. Они планируют открыть в нашем городе заведение быстрого питания, известное в республике сетевой марки. Участники инвестчаса обсудили возможное место расположения кафе и его дизайн. Также специалисты администрации разъяснили возможности ведения предпринимательской деятельности, рассказали о дальнейших необходимых шагах. В продолжении встречи были озвучены этапы реализации инвестпроектов, рассмотренных на предыдущих предпринимательских часах. В настоящий момент, пользуясь инвестчасами, это вот где-то 22 инвестчасом, лично я присутствую, мы приходим в город и говорим, что мы хотим, а что мы хотим. Мы хотим инвестировать в город, сделав там красивые помещения, которые будут пользоваться магнитом, будут служить, может быть, даже примером для местных предпринимателей, как надо делать. В городе Инолу мы планируем начать с одного объекта, с одного стрит-кафе и показать жителям города, кто мы такие. Соответственно, я уверен, что мы пойдем дальше и порой жители начинают просить в социальных сетях, мы очень хорошо работаем в социальных сетях, они начинают просить, когда вы откроетесь вот в этом месте. На инвестчасе нас услышали, соответственно, мне очень понравилось, как он прошел, обсуждение всех вопросов, оно было замечательное. Я думаю, будет решение, думаю, оно будет положительное и в дальнейшем мы будем двигаться уже в совместном развитии. Впервые Международный день защиты детей отметили ровно 70 лет назад. Главная цель праздника – привлечь внимание к положению детей всего мира. В нашей стране этот праздник отмечается под патронажем Российского детского фонда. Ежегодно в этот день проходят конкурсы рисунков на асфальте, выставки детских рисунков, спортивные соревнования, праздничные концерты, благотворительные акции. Не стали отходить от традиции и в этом году в режиме онлайн Янаульская детвора приняла участие в районных мероприятиях и конкурсах. Несмотря на то, что залы физкультурно-оздоровительного комплекса «Юность» опустили без спортсменов, работы у специалистов хватает. Сегодня решается судьба победителей сразу пяти конкурсов. Их запустили в социальной сети ВКонтакте. Это и конкурс фотографий «Мы выбираем спорт», конкурс рисунков «Мир глазами детей», конкурс «Ты в ГТО, а значит, ты в теме», конкурс видеосюжетов и онлайн-викторины. Участие в них приняли более полусотни ребят. В число победителей вошли Зульфия и Тимур Сабировы. Тимур закончил второй класс. Зульфия в этом году планирует стать первоклассницей. Большую часть времени они стараются проводить на улице, с удовольствием катаются на велосипедах и играют в шашки. В копилке ребят сразу три грамоты, два вторых и одно первое место. Рисовать люблю, спортом заниматься люблю, мы с братом моим Тимуром катаемся на великах, мы снимали видео для конкурса. А что там было на этом видео? Мы отжимались, приседали, в бочку ныряли. Тем временем работа кипит и у специалистов Дворца Молодежи. Они решают, кто станет лучшим изобретателем года. На суд зрителей было представлено сразу несколько транспортных средств. Как признаются сами организаторы, желающих принять участие в конкурсах было немало. В преддверии летнего праздника Международного Дня защиты Детей в нашем районе был разработан план мероприятий для детей и их родителей учреждениями культуры, образования, молодежной политики и спорта, реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. С началом пандемии и угрозы распространения коронавируса культурная жизнь и наула работает в онлайн-формате. И подробная афиша с насыщенной и интересной программой на День защиты детей была размещена на официальном сайте администрации района. И многие конкурсы и акции запущены еще с середины мая. В программу вошли такие конкурсы, как Babymobile, Flashmob, Мы взрослые дети, конкурсы детских мастер-классов, Мой органайзер и волшебный диск, ГТО, Глазами детей, Мир, в котором я живу, интернет-акции «Детство, звонки, голосок, планета детства». Также в рамках онлайн-лагерей, которые у нас стартовали во всех школах района, 1 июня были организованы мероприятия «Здравствуй, лето» через программу Zoom. В нашем районе много талантливых ребят, они радуют нас своими успехами в учебе, творчестве, спорте, ежегодно становятся победителями, призерами конкурсов, фестивалей, олимпиад. И сегодня по всем онлайн-конкурсам, посвященным Дню защиты детей, были подведены итоги, выявлены победителя. К примеру, в конкурсе «Беми-мобиль» победителем стала семья Игнатьевых, второе место заняла семья Гилимшиных, почетное третье место заняла совместная творческая работа семьи Гайсиных и Галявых. Поздравляем всех участников с победой и заслуженными наградами. Первая летняя неделя, к сожалению, не радует теплом, да и режим самоизоляции внес свои коррективы в жизнь маленьких и наульцев. Но впереди еще немало жарких дней, уверяют синоптики. А значит, совсем скоро детишки смогут провести время с пользой и поиграть с друзьями во дворе. На этой неделе началась первая смена лагерей, они заработали во всех и наульских школах. Дети встречаются ежедневно, правда пока только в формате онлайн. Учителя постарались продумать до мелочей программу занятий, чтобы они были не только полезными, а еще и интересными для ребят. Каждый день расписан по часам, утром проходит традиционная зарядка, далее идут тематические занятия. Вот сегодня, к примеру, ребята познакомились с видами изобразительного искусства и смогли сами прикоснуться к прекрасному. Учитель в начальных классах Элина Бадамшина за время дистанционного обучения уже привыкла к такому формату общения с ребятами. Желающих нарисовать морской пейзаж сегодня было немало. Мастер-класс прошел под шум прибоя. Сначала было немножко так как бы странно, что онлайн и лагерь, как это все совместить. Но раз у нас учеба дистанционная была уже почти два месяца, это было, оказывается, не так страшно. Все, план работы разработали, придумали мероприятие и с детьми стали подключаться. У нас три подключения. Первое подключение получает зарядка. Они выполняют зарядку с Эльвирой Заляфовной ежедневно. Потом у нас идет второе включение. Это мастер-классы с разными педагогами. У нас задействованы и педагоги из СЮТ у нас была Наталья Николаевна, и Гузель Мазгутовна музыкальные занятия у нас проводят. Арина Олеговна, молодой учитель, у нас тоже провела очень интересное занятие. И во второй половине дня у нас тоже идут развлекательные занятия. И обязательно каждый день мы даем задание какое-то детям. Допустим, в первый день это была самопрезентация. Тема второго дня у нас была своими руками. В этот день у нас был мастер-класс по изготовлению объемной игрушки. Потом они должны были придумать что-то полезное для дома, для огорода, для сада. То есть изобретение какое-то сделать. Очень интересные мысли были у детей. Презентации они выложили очень интересные. Третий день у нас был связан с физкультурой и спортом. Этот день полностью провела у нас Эльвира Заляфовна. Она провела очень интересный мастер-класс по жонглированию гирями. Потом была встреча, интервью встреча с ней. Она рассказала о своей жизни, как она пришла в спорт, чем занимается, каким спортом. Очень интересно было. Детям понравилось. А потом дети в этот же день выставили свои личные достижения. Мы провели конкурс «Минута славы», который назывался. И вот они все свои достижения выложили ВКонтакте в нашей группе, в группе лагеря. На этой неделе Янаульский район посетила депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации, вице-президент Паралимпийского комитета России Римма Баталова. Наш город многократная чемпионка мира и Европы посещает регулярно. Сегодня поводом для визита стала встреча с детьми. Все эти ребята посещают отделение реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Символично, что именно в Международный день защиты детей они получили добрые напутственные слова и подарки от прославленной спортсменки. Сегодня первый день защиты наших детишек. 1 июня. Такой праздник всегда он проходил очень активно. Очень, наверное, все мы все-таки не в такое сейчас время живем, наверное, но мы все-таки решили эту традицию не нарушать. И поэтому поехали в районы именно помочь тем детишкам, которые, наверное, все-таки сегодня нуждаются. Подсластить их жизнь, скажем так, чтобы они не чувствовали, что этот праздник проходит мимо них. Поэтому мы решили проехать именно вот эту сторону района. Это значит, мы были в Калтасинском районе. Сейчас здесь вот в Янауле следующий пункт у нас будет это Краснокамские. В ходе своего визита в Янаул Римма Баталова осмотрела дворец молодежи, новые корпуса коррекционной школы-интерната и велороллерную дорожку на улице Некрасова. Глава Башкортостана Ради Хабира внес очередные изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом руководитель региона сообщил на еженедельном оперативном совещании в правительстве республики 1 июня. Итак, с 1 июня отменяется требование о соблюдении двухнедельной самоизоляции гражданами, прибывшими из Москвы и других регионов. Возобновляется работа торговых центров в соблюдении всех санитарно-эпидемиологических требований, за исключением расположенных на их территории заведений общепита, детских досуговых центров, кинотеатров. Также открываются музеи и библиотеки, имеющие отдельный вход. Разрешается посещение кладбищ. Для пожилых людей старше 65 лет сохраняется обязательный режим самоизоляции. С 1 июля начнут работу детские оздоровительные и пришкольные лагеря. 2 июня новый фельдшерско-акушерский пункт прибыл в деревню Игровка. Всего в рамках регионального проекта развития системы оказания первичной медико-санитарной помощи в этом году в нашем районе планируют установить еще 7 модульных ФАПов. В селах Отлегача, Савдебаш, Воеды, Ижболгина, Сандугачий, Шудек. Модульный пункт представляет собой здание из бытовых каркасно-панельных конструкций. По словам работников подрядной организации, на установку и сборку конструкции уходит в среднем 2-3 дня. Мы очень рады этому событию. Почему? Потому что в деревне Игровка был до этого очень старый аварийный ФАП, который обслуживал население двух населенных пунктов. Это деревня Игровка, 82 человека, и деревня Никольск, 111 человек. В данных деревнях проживают значительное количество пожилых граждан, также дети. Поэтому данные события мы очень долго ждали. Сегодня, значит, первый этап. Пришли у нас, значит, техника. Производится разгрузка. Завтра приедет другая бригада. Уже модульный ФАП будет ставиться на место. После того, как ФАП будет поставлен, будут произведены работы по коммуникации. Это копка-колодца, шамбо. ФАП в деревне Игровка обслуживает 193 человека. Здесь оказывается, значит, необходимая первая медицинская помощь. Также производится патронаж на дому и введение профилактической работы. 2 июня в рамках республиканского благотворительного проекта продукты Башкортостана с заботой о вас в наш район прибыла гуманитарная помощь. Акция прошла не впервые. Месяц назад 772 малоимущие и многодетные семьи, получающие ежемесячное пособие на ребенка, а также 116 остро нуждающихся, уже получили продуктовые наборы. На этот раз помощь предназначена тем, кто подал заявку в холл-центр на получение поддержки. После разгрузки наборов их доставят по адресам. Стартовала вторая волна проекта продукты Башкортостана с заботой о вас. Наборы будут получать нуждающиеся жители нашей республики. Всего по республике будет роздано порядка 10 тысяч продуктовых наборов. Включать в себя они будут самые необходимые продукты питания местных производителей, такие как крупы, сладости, консервы. Янаульский район сегодня у нас получил 77 дополнительных наборов. И силами наших волонтеров первая партия продуктовых наборов была достаточно быстро роздана. При этом звонки на горячую линию холл-центра «Единая Россия» с просьбой о помощи продолжают поступать. И поэтому было принято решение о продлении данной акции. Волонтеры работают с учетом всех требований, которые предъявляются в настоящее время в масках, перчатках с использованием антисептических средств. В настоящее время работа волонтерского штаба продолжается. К нам продолжают поступать заявки от жителей пожилого возраста. И хотели бы напомнить номер телефона для обращений 8 919 149 29 90. В Роспотребнадзоре предупредили о необычном поведении клещей. Теплая зима поспособствовала тому, что насекомые проснулись раньше времени и начали активную жизнь. Последствиями их укуса могут стать такие заболевания, как клещевой энцефалит, эксодовый клещевой боролиоз, анаплазмоз и другие. В настоящее время в нашем районе за медицинской помощью с укусом клещей обратилось более 100 человек, почти половина из них дети. Что больше, чем за аналогичный период прошлого года. Как считают специалисты, рост числа укушенных связан с тем, что уменьшилась настороженность населения по поводу их укусов. Если произошло присасывание клеща, необходимо его удалить правильно. Если нет такой возможности, можно обратиться в рабочие дни в поликлинику по месту жительства, выходные дни в приемный покой. Необходимо удалить клеща, место укуса обработать 70% спиртом и 5% настойкой йода. И в дальнейшем отправить клеща на обследование. Это очень важно, потому что клещи могут, я как уже сказала, являться переносчиками как боррелиозов, так и энцефалита, а также микс инфекций. Поэтому для определения тактики дальнейшей профилактики этих клещевых инфекций необходимо обследование клеща. Вирусный клещевой энцефалит – это острое инфекционное заболевание, протекает с лихорадкой, с головной болью, с тошнотой, с рвотой и чаще всего с поражением нервной системы. При позднем обращении может быть также и летальные исходы, и инвалидизация пациентов. Заражение вирусным клещевым энцефалитом может происходить при присасывании клеща, а также при употреблении сырого козьего молока. Также имеются случаи заболевания энцефалитом даже не во время присасывания клеща, а когда клещ просто ползал по кожным покровам. То есть такие случаи тоже имеются. Эксодовый клещевой брелет – это также острое инфекционное заболевание, передается также клещами, характеризуется поражением кожи при эритемных формах в виде покраснения на месте присасывания клеща, эритема более 5 см. Также с поражением опорно-двигательного аппарата и нервной системы при отсутствии правильного профилактического лечения от боррелиоза и при позднем обращении. При боррелиозе также могут быть и безэритемные формы, поэтому пациент может и не знать о том, что заражен эксодовым клещевым бреллиозом. На сегодняшний день по статистике зараженность клещей боррелиозом достигает каждый пятый клещ заражен эксодовым клещевым боррелиозом, каждый тридцатый клещ заражен вирусом клещевого энцефалита. То есть не все клещи заражены, и поэтому мы должны обследовать их и принимать правильные методы профилактики этих инфекций. Период активности клещей начинается с конца марта месяца на территории Республики Башкортостан и продолжается до конца сентября, начала октября месяца. На территории у нас циркулируют два вида клещей. Это лесной и таежный клещ, эксодос рицинус и эксодос перцуркатус, которые являются переносчиками данных инфекций. Конечно же, наиболее пик активности присасывания клещей наблюдается с апреля по июнь месяц. Но, как я уже сказала, регистрируются единичные случаи обращения с присасыванием и в сентябре, и в октябре месяцы. 13 и 14 июня в рамках проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» во всех регионах нашей страны пройдет семейный финансовый фестиваль. И если раньше традиционно он проходил на открытых площадках, то в этом году его организуют в формате онлайн. Подробнее о нем нам рассказала главный специалист финансового управления Валентина Шестакова. В течение двух дней запланировано проведение более 50 мероприятий разных форматов, в которых примут участие более 80 финансовых экспертов и спикеров. Программа семейного финансового фестиваля рассчитана на различные возрастные категории. Младшие участники смогут посмотреть мультчильмы и раскрасить финансовых героев, сделать поделки на финансовую тематику, поговорить о деньгах на английском языке. Для взрослых участников будут организованы лекции экспертов по финансовой грамотности и индивидуальные консультации по вопросам финансового планирования. Также предусмотрена программа для подростков. Участие в фестивале бесплатное, индивидуальное или в команде. Команда должна состоять не более 5 человек. Подключившись к трансляции, можно будет узнать, как оптимизировать личный и семейный бюджет, снизить кредитную нагрузку и получить социальную помощь от государства. Кроме того, финансовые эксперты расскажут участникам, какие инструменты выбрать для сохранения сбережений и как создать антикризисный финансовый план. Обязательная предварительная регистрация на сайте уже открыта. Подключайтесь к финансовому субботнику. Управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения одно из самых серьезных правонарушений. В отношении водителя, впервые севшего за руль пьяным, применяются сразу два вида санкций. Штраф 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок до двух лет. В случае повторного нарушения лицом, лишенным прав управления транспортным средством, в силу вступают куда более жесткое наказание. Автолюбитель привлекается к уголовной ответственности и будет должен уплатить в пользу государства штраф до 200 тысяч рублей. Тему продолжит старший помощник прокурора Светлана Ахметова. Янаульским районным судом 8 мая 2020 года вынесен приговор в отношении 37-летнего жителя города Янаул. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 264 Прим. 1 Уголовного кодекса РФ. Это нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию. Судом установлено, что он, являясь лицом, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, будучи лишенным права управления транспортными средствами 21 марта 2020 года, около 9 часов 15 минут, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем марки Land Rover Discovery и был остановлен сотрудниками ОГИБДД ОМВД по Янаульскому району. Подсудимый полностью признал свою вину в совершении данного преступления. Суд приговорил мужчину к штрафу в размере 100 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года. Приговор вступил в законную силу. И это все главные события уходящей недели. Берегите себя, оставайтесь с нами. Встретимся на следующей неделе. 7 июня ожидается ясная погода без осадков. Ветер юго-восточный 1,3 метра в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 14. Днем плюс 22, плюс 24 градуса. По данным МЧС в республике ожидается переменная облачность, местами небольшие дожди. Ветер юго-восточный, южный 0,5 метра в секунду. Днем 9,14 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14. По северу до плюс 4, днем плюс 20, плюс 25 градусов. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 13 и 14 июня Министерство финансов Российской Федерации проводит семейный финансовый фестиваль в онлайн-режиме. Вы узнаете, как оптимизировать личные и семейные бюджеты, снизить кредитную нагрузку, получить социальную помощь от государства. Участие в фестивале бесплатное. Обязательно предварительная регистрация на сайте www.familymoneyfest.ru Субтитры создавал DimaTorzok